По информации чиновников, большая часть зарегистрированных коррупционных преступлений в Казахстане приходится на органы внутренних дел, санитарно-эпидемиологическую службу и сферу образования. В последнем случае МСДУ якобы берут учителя. За хорошие оценки в ходе обучения, успешное закрытие сессии и получение красного диплома. Причем в народе поговаривают, что нечистые на руку преподаватели даже имеют свои расценки на оказание разного вида услуг. На что студенты КРМО ответили следующее. Я могу с уверенностью сказать, что в нашем ВУЗе нет места коррупции. Студенты знают, какое это преступление и какое наказание за это грозит. Даже во время сдачи сессии у меня никогда не стоял вопрос с тем, чтобы откупиться от преподавателей деньгами или подарками. Тем более сейчас, когда контроль над этим очень жесткий. Думаю, что все зависит от человека. В едином часе по противодействию коррупции, посвященной обсуждению антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы, приняли участие десятки школьников и студентов страны. Местами проведения конференции в городе Ак-Тубе были выбраны несколько образовательных учреждений, в том числе казахско-русский международный университет. Собравшиеся говорили о соблюдении норм законодательства, тонкой грани, через которую так легко переступить, печальных последствиях неверных действий и мерах наказания. Сегодняшние мероприятия направлены для формирования антикоррупционной культуры среди студентов и для разъяснения основных направлений антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы. В целом, нашим агентствам, нашим департаментам проводятся регулярные мероприятия по формированию антикоррупционной культуры среди студентов, среди учащихся колледжей, среди учащихся школ. По данным организаторов встречи, с начала года в Актюбинской области зарегистрировано 19 коррупционных правонарушений. В 10 случаях взяточниками оказались полицейские. В трех директоры школ, фигурантами остальных дел, стали специалисты городского управления охраны общественного здоровья.